МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все погибшие в терактах в Дагестане сотрудники правоохранительных органов будут представлены к орденам мужества. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на 35-й сессии Народного собрания. Также государственные награды посмертно удостоят и протеерия Николая Котельникова. Так же, как и специальные военные операции, все сотрудники органов внутренних дел будут представлены посмертно к орденам мужества, равно как участник специальной военной операции. Сегодня я обратился и думаю, что в этом отношении тоже народ меня поддержит, чтобы посмертно к ордену мужества представить и протеерии Николая. Отметим, что сегодня ночью число погибших выросло до 21-го. Скончался один из раненых в Дербенте полицейских. Выступление Сергея Меликова на сессии парламента длилось 2,5 часа. Основной упор глава региона сделал на вопросах, связанных с вчерашней трагедией. Однако коснулся руководитель Дагестана и других важных аспектов жизнедеятельности республики. В частности, теневой экономики, бюрократизма и проблем земель отгонного животноводства. Подробнее в сюжете Тамара Стамедовой. Время перемены решительных мер в Дагестане. Сергей Меликов заявил о начале масштабной ревидии личных дел всех руководителей муниципалитетов региона, а также депутатов. Послан главы региона, эти проверки являются одним из элементов борьбы с терроризмом и экстремизмом. В этой войне обидно и непонятно, что террористами оказались сыновья одного из главы районов республики. Мы часто говорим о воспитании патриотизма, о детях, о призыве на контрактную службу вооруженной силы. На этих совещаниях сидел и тот самый глава, и, наверное, одобрительно кивал на оценку ситуации, на то, что все мы должны защищать Родину, все должны привлекать к этому не только своих сельчан или земляков по муниципалитету, но и родных, и близких. Изучение личных дел и на ревизию личных дел всех, кто сегодня занимает руководящие должности в Дагестане, в том числе заурасевывающих по депутатам Народного собрания. Мы это будем делать в несколько этапов, но то, что произошло у нас в воскресенье, не вяжется ни с какими другими делами. Поэтому уж извините, если кто-то будет считать это нарушением некой депутатской этики, я всю ответственность за это нарушение беру на себя. Меликов также поднял вопрос ношения Никаба, выразив свою обеспокоенность с точки зрения безопасности, но не согласился с тем, что данное деяние является причиной развития радикализма. Данный террористический акт это для нас сигнал, что мы недорабатываем в вопросах профилактики терроризма, экстремизма. Есть разные вещи, я уже говорил об этом. Есть, когда на нас огульно вешают ярлык того, что мы становимся радикальной исламской республикой. Я с этим не согласен и не соглашусь никогда. Об этом говорят те, кто прежде всего не понимает суть радикального ислама. Я считаю, что высшее проявление радикального ислама это ношение Никаба. Я тоже лично против ношения Никаба. В том числе и как и человек, который неоднократно выполнял задачи по противодействию терроризму. Потому что прежде всего это одежда, несвойственная для кавказских народов, в том числе дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами проносить запрещенные предметы. С точки зрения безопасности я тоже против этого. Но не это основная причина радикального ислама. Не из-за никабов и не из-за спортсменов родились такие движения, как Аль-Каида. И сопоставлять сегодня нашу светскую республику, многонациональную, многоконфессиональную, с подобными историями, я считаю, не только вредно, но и в какой-то степени преступно. На собрании также обсуждалась проблема земель отгонного животноводства. Меликов призвал депутатов обратить внимание на этот злободневный вопрос. Он подчеркнул, что около 100 тысяч дагестанцев живут без медицинской помощи и природного газа на протяжении десятков лет. Все признают наличие проблемы, но никто не хочет решать, занимая позицию слепого и глухого. Вот как сейчас вы все на меня смотрите и думаете, а как же ты будешь решать проблему, да? Вот мы посмотрим на тебя сейчас со стороны, как ты в эту проблему сейчас вляпаешься, да, и потом будешь сам вылазить. Так вы думаете, наверное, да? Но эта проблема-то не моя, не Меликова проблема, не главы Дагестана проблема. Это проблема вот этих 100 тысяч дагестанцев, которые сегодня живут без медицинского обслуживания. Может быть мы все-таки повернемся к этим 100 тысячам дагестанцам в лицо. Прежде всего в интересах проживающих там граждан мы должны эти земли, эту территорию, обращаясь к Народному собранию, завести в правовое поле. Они сегодня не в правовом поле. Считаю необходимым сразу же после выхода вас на следующий этап сессии заняться разработкой программы повышения эффективности использования земель отгонного животноводства на период 24-30-х годов. Поэтому на сентябрь это прям вот вам домашнее задание на каникулы, а на сентябрь это не поручение, а если хотите, команда. Власти Дагестана намерены усилить борьбу с теневой экономикой. По словам Меликова, за счет налогового потенциала можно вывести республику из дотационности. Кто на пляже был на городском? Или вы на городской пляж не ходите? Я не про дубайский говорю, я про махачкалинский. Нет? Были? Ну посмотрите, как там лежаки сдают. 200 рублей лежак. Мальчик маленький стоит, ему лет 9. Я не против, чтобы он на каникулы деньги зарабатывал. Но вы ему и дайте этот терминал кассовый, и пусть он продает те же самые лежаки. Это не бизнес. Это не бизнес. Это Дагестан. Это не бизнес. Ни малый, ни средний. Это никакой не бизнес. Это то, что детей с самого малолетства приучать к тому, что делать не нужно. Я понимаю, что всегда на пляже будут сдаваться лежаки. Это и у нас, и в Сочи, и в Крыму. Всегда будут продаваться чебуреки. Всегда будут какие-то другие истории. Но тогда давайте по-другому. Давайте тогда подойдите, опять же, когда вы идете с пляжа, подойдите к ларьку. Купите шаурму по карте. Или хот-дог. К концу выступления Сергей Меликов предложил ликвидировать внутригородские районы Махачкале, так как двухуровневая система управления за последние 10 лет не оправдала себя, приведя к увеличению расходов и бюрократизации. Вот скажите мне, вы, присутствующие здесь, я сейчас трибуну прямо уступлю, что с 2014 года до 2024 изменилось после того, как город получил вот эту двухуровневую систему управления. Где стало лучше, скажите? Все-таки, может быть, я хочу поручение дать управлению внутренней политики. Вы передам вам все эти обращения, вы их оформите одним обращением. Одним обращением. А мы потом на фоне этого обращения создадим рабочую группу по изучению всей этой истории. И, наверное, надо приступать к реформированию. Раз уже люди об этом просят. Не только мы с вами. Помните, как у Ленина, да? Верхи не хотят, а низы не могут. Вот мы сейчас к этой ситуации приходим, но она, слава богу, не революционная. И с июля месяца давайте создавать рабочую группу совместно с депутатской. Вы у вас же будут здесь присутствовать на местах, да, депутат? Изучать и приступать к реорганизации всех этих историй. А то мы хотим жить хорошо, но уже вот три года я здесь. Мы за три года ничего радикально не поменяли. Тамара Семидова, Нармагомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала. Запирал Хастов утвержден в должности уполномоченного по правам человека в Дагестане. Назначение бывшего начальника управления внутренней политики администрации главы республики одобрил парламент региона. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. Первым поручением от Сергея Меликова, вступившему на пост, амбусмену было посетить всех пострадавших в теракте, уточнить их состояние здоровья и оказать необходимую помощь. Вторым этапом заняться вопросами семей погибших в СВО. И к другим темам. Дагестанские строители сильнее всех в стране затягивают сроки сдачи новостроек. Такие сведения представил единый ресурс застройщиков России. Согласно рейтингу, в среднем объекты сдаются в эксплуатацию спустя пять лет от указанной по договору даты. Этот показатель за два года увеличился вдвое. В конце 2021 года эксперты сообщали, что в среднем сдача одного многоквартирного дома в Дагестане откладывается на два года. Специалисты связывают изменения с колебанием валютного рынка и подорожанием стройматериалов. Далее в эфире новости в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Не переключайтесь. Подача воды в Махачкале будет отключена на сутки 27 июня. На это время запланированы работы по замене запорной арматуры, ревизия насосного оборудования на очистных сооружениях, а также установка смотровой камеры на канализационном коллекторе микрорайоне Пальмира. Ограничения коснутся всех районов столицы, включая учреждения здравоохранения и образования. В Дагестане туристические поездки выполняются штатно. В связи с последними событиями не зафиксирован рост отмены бронирований. Об этом сообщает профильное ведомство республики. Ситуация в регионе стабильная. Доступ ко всем достопримечательностям открыт. Лишь в некоторых локациях немного усилим контроль за обеспечением безопасности гостей. В Магарымкенском районе Дагестана судили местного жителя за убийство жены. Инцидент произошел в селе Магарымкен. Между супругами случился конфликт, который перерос по ножовщину. Мужчина кухонным ножом нанес множественные удары своей супруге. В результате женщина скончалась по дороге в больницу. Фигуранта приговорили к 9 годам лишения свободы. Дагестан намерен запустить электричку до Чечни. Проект прорабатывается в рамках развития Каспийского прибрежного кластера. В планах значится вопрос строительства ветки железной дороги от аэропорта до города Дагестанских огней. А дальше до Дербента. Параллельно оттуда будет маршрут ближе к границам соседней республики. История из жизни сподвижников. Книгу с таким названием выпустил отдел науки при емуфтиятие Дагестана. В данном труде приводятся познавательные истории и любопытные случаи жизни лучших представителей исламской общины. Объем книги составляет около 400 страниц. В ней рассказывается о 60 сподвижниках пророка Мухаммада, мир ему и благословения Всевышнего. Информация в основном взята из известных источников литературы, в числе которых можно назвать и труды имама Ат-Лавари по истории ислама. Также Аль-Биддай, Туан-Нигай, имама Айбн-Кассира, произведения Ибн-Асира, Итмаун-Вафа и другие. В наше время, в век развития информационных технологий, в век развития всемирной паутины, молодежи немного сложновато определиться в жизни, имеется в виду, на кого равняться, кого следует выбрать в качестве образца для подражания Аль-Масалу Аль-Аля, Аль-Кудуа. Следует ли им подражать каким-то артистам, актерам и так далее, или же в первую очередь необходимо следовать и подражать таким вот выдающимся личностям, как сподвижники пророка. Ведь они сподвижники пророка, алей-саляту вассалам, они были людьми, которые получили воспитание от самого лучшего человека на этой земле, избранного пророка. И, соответственно, в этом воспитании они достигли больших успехов. Книга «Истории из жизни сподвижников» рассчитана на широкий круг читателей. Отметим, что за 9 лет работы отделом науки приму в Тияте Дагестана было издано более 100 трудов. В ближайшее время также в свет выйдут две книги по исламскому вероучению. И к новостям спорта. Бойцы вольного стиля из девяти стран примут участие в 54-м международном турнире в памяти пятикратного чемпиона мира Али Алиева. Соревнования пройдут с 28 по 30 июня, как и прежде, в одноименном дворце спорта в Каспийске. Своё участие в турнире подтвердили борцы из регионов России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Венгрии, Узбекистана, Бахрейна, Египта и Таджикистана. Также возможно участие представителей еще четырех стран. Участники разыграют награду турнира в десяти весовых категориях. На этом у меня все. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова